здравствуйте друзья я сегодня необычно рано для себя оказался на дороге сейчас вот 8 часов утра там с копеечки маленькой то есть обычно это было бы часа на два позже и причина appointment у меня то есть встреча митинг не знаю с человеком который руководитель небольшого стартапа в городе пола-алта и он израильтянин и какой-то у нас был студент у нас был студент из израиля паренек он нас познакомил вот и им нужно пару интернов поэтому я вот еду мы сейчас с ним поговорим что у нас за школа что у них за компанией какой у них интерес вообще отношения с теми кто берет интернов с компаниями это такой как снежный ком она накатывается накручивается совершенствуется и достигает некоторой зрелости потому что они чего-то ожидают мы чего-то ожидаем потом это переходит в реальность какой-то и в реальности их ожидания могут не очень оправдаться и наши могут не очень оправдаться и так далее чем надо поговорить и в принципиальном плане нам важно договориться о том что мы вместе вот раскручиваем этот шарик как бы снежный работаем в этом направлении что это не разовое мероприятие что бывает бывает что они возьмут там кого-то и потом пропадают не хотят больше брать бывает что поговорят там с десятком и никого и не возьмут и тоже пропадают это это все возможные варианты поэтому наша задача понять что они хотят как можно точнее дать им то что они хотят хотя может оказаться что у нас некого дать это тоже часто бывает то есть как бы их ожидания это может быть там на уровне выпускников беркли или там даже вот какого-нибудь она за стоит эти у нас все-таки народ менее подготовлены на свое время не столько нет что там три месяца поэтому посмотрим поговорим но в контексте вот того что сегодня надо надо будет сделать я вот о чем хотел с вами поговорить мы думаем постоянно как улучшить качество таскать нашего конечного продукта да потому что сегодня у нас запросов на выпускников намного больше чем у нас есть выпускников проблема в том что дальше вот эти ожидания должны совпасть с нашим предложением этим и вот эта ситуация когда люди достаточно много людей я не хочу сказать что это сто процентов или там даже 90 достаточно много а просто не занимаются и не выходят на такой уровень когда их хотят взять найти дальше надо в пиндюривать их надо втюхивать куда-то и это совершенно не тот процесс ради которого все это значит затевалось и вот я все ходил думал последний то может быть год-полтора у меня мысли крутились по поводу какого-то тестирования входного и это не так просто ведь сделать на самом деле и какого-то тестирования где можно определить как бы уровень мотивации может быть или вот скажем склонности к там к сочкованию и так далее но как-то меня в эту сторону что у нас слава богу есть из кого выбирать сейчас но дальше что получается вот мы ввели технический тест два года назад его не было раньше то есть мы просто раньше брали чека по факту того что он хочет учиться он приходил мы так вроде перекинулись понимаем зачем он пришел понимаем что в принципе это это то что то чем мы занимаемся но вперед имея ввиду что он там догонит нагонит и мы как бы ментально находимся в таком состоянии когда мы создаем вот эти opportunities возможности давайте то есть мы говорим хорошо ты можешь повторять курс сколько хочешь раз мы видели людей которые по два и по три раза повторяли прежде чем они смогли пойти там начать работать мы говорим вот есть там курс он записанный там на видео ты можешь даже не приходить из дома смотреть мы все время пытаемся создавать какие-то такие ресурсы которыми человек пользуется но если создавать ресурсы которыми потом никто не пользуется то вопрос такой не даже не в том зачем их создавать ну кто-нибудь всегда будет пользоваться но Вопрос в том, откуда результат будет браться. И вот мы ввели два года назад технический тест, состоящий в элементарных манипуляциях, там, с файлами, фолдерами, там, такого плана. И стало много народу отсеиваться. И вроде бы, да, мало того, там на этом тесте можно набрать до 10 баллов. И мы в какой-то момент брали с семью баллами на вечернее отделение. Сейчас мы и вечернее, и дневное, и фуллтайм, и куда угодно. Ну, в фуллтайм нет тестов. Значит, мы 9 и 10. Вот приходят люди, которые набрали девятки и десятки. И вот это они потом не занимаются, понимаете? То есть ты можешь отсортировать тех, кто не потянет. Но дальше те, которые, в принципе, должны были бы потянуть, но они вот как бы еще и сачкают, и списывают, и не занимаются, и на завтра откладывают, и так далее. Поэтому я все думал, как отсортировать. Но в конечном счете решение пришло с другой стороны. И я вот расскажу сейчас. Потому что это будет влиять на всех тех, кто начнет учиться вот с мая месяца этого года. Значит, мы вместо того, чтобы отсеивать дополнительно тех, кто приходит, мы сделаем так, чтобы те, кто не учится, не смогли завершить процесс никак. То есть мы просто будем жесточайшим образом их отсеивать. Поэтому у нас будет каждую неделю тест. И на неделе три занятия, но вот в фулл-тайм классе четыре. Значит, один раз в неделю будет тест на материал, пройденный в предшествующий промежуток времени. И, значит, два незданных теста автоматически влекут за собой, значит, как бы выбывание из этой программы. Ну, то есть, пожалуйста, ты можешь там с другой группой ходить. Дело в том, что, понимаете, получается странные вещи. А вот то, что тебе дают бесплатно, оно как бы цены не имеет. Вот, допустим, мы говорим, там, вот есть тест, можешь сдавать сколько хочешь раз. Ну, не сдал, значит, пойти подготовься, сдай еще. Значит, дальше получается так, что поскольку не сдача теста никак не наказывается ничем. Ну, допустим, ты в следующий раз пошел, 50 долларов там заплатил за то, что сдавал тест. Нет, ну, пришел, сдал. Значит, происходит две вещи. Ну, так а что готовиться? Ну, пришел, может, еще проскочим, может, опять проскочим, может, снова проскочим. То есть, незданный тест не приводит к тому, что человек начинает заниматься. Более того, он записывается на тест, а потом они приходят на этот тест. И мы на ушах стоим, чтобы там как можно больше там этих создать вот этих, значит, тестирующих мероприятий с тем, чтобы всем успели, попали и так далее. А в итоге половина там, кто записался, они и не пришли. И вроде как цены у этого тоже никакой нет, нет наказания, нет вот этих санкций, так, да, назовем по-современному. Поэтому мы как бы так вот посидели, подумали и поняли, что изменился мир. Мы когда раньше вот эту систему строили, она очень хорошо работала, но это был другой мир. Это были люди, которые, как бы сказать, нуждались в том, чтобы их поддержать. А сейчас у нас люди, которые нуждаются в том, чтобы их подстегнуть. Вот, то есть поддерживать их не надо, а подстегнуть надо. Поэтому как бы меняется на ходу. Так что я надеюсь, что что-то такое произойдет. Вот, то есть, как бы, нельзя, ну, то есть, наверное, это, я не знаю, мы еще не попробовали, но получается, что плохо давать что-то человеку в готовом виде. Он, мало того, что он не ценит, это отдельная история, да, то есть ему все время кто-то не додал там и так далее. Но он ничего не делает сам. Он говорит, а что я там буду? Вот, так что у нас в конце мая, 20-го там какого-то числа, у нас начинается новая группа экспресс. То есть это местные ребята, которые днем занимаются. Три раза в неделю. Значит, вот мы с них и начнем. Те, которые сейчас есть, мы, ну, как есть, так и оставим. Поскольку менять правила, как бы, на ходу, ну, нехорошо. Вот. Хотя надо сказать, что те, кто сейчас есть, мне как бы нравятся. Они такие заводные, энергичные, вроде шустренькие. То есть я не могу сказать, что есть какие-то претензии к тем, там, к той паре групп, которые сейчас есть, они вроде бы ничего. Хотя никогда не знаешь, вот как пойдет. Бывает слабая группа, и несется там красная конница. А бывает, что вроде бы сильные собрались и ничего не делают. По-всякому. А и наоборот бывает. В любом раскладе бывает. Так что вот такое у нас будет новшество, начиная с мая месяца. И я очень надеюсь, что отсеивать особо никого не придется. Потому что тесты у нас простые. То есть требования, на самом деле, ну, более чем скромные. Я даже не знаю. Если человек занимается, никаких шансов у него нет, чтобы он это мог не выучить, там, или не разобраться. Там не в чем разбираться. Вообще разговаривать не о чем. Поэтому я бы так сказал. Посмотрим. Здравствуйте, друзья. Я возвращаюсь после встречи вот с новой компанией, где у нас, я надеюсь, будут интерны наши работать. И я под впечатлением, так скажу. Можете себе представить, сколько за 20 лет существования школы я видел компаний в своей жизни. И, ой, господи, но эти просто, как сказать, такое волнительное чувство создают. Вот когда ты видишь людей, которые постоянно у них стартап за стартапом, за стартапом. И вот это success stories, понимаете, то есть один успешный, второй успешный, третий успешный. И дело даже не в том, что он там, я не знаю, тут за 600 миллионов продал, здесь за 400 миллионов продал один стартап, другой стартап, сейчас вот еще один начинает. Но дело не в сумме, но дело в том, что такое сияние исходит от людей. Вот они, как сказать, все в идеях, они все в каком-то таком драйве. Они за три месяца, которые компания существует, уже настолько ушли вперед и настолько создали продукт, и настолько у них вот эта команда, с которой они работают, они потихонечку так переходят из стартап в стартап, потому что у них какие-то вот там свои, ну, планы по жизни и все. Но, по всякому случае, вот у них движение идет, они не могут на одном месте просто так в рутине какой-то быть. Они вот движутся, один пошел, второй пошел, третьего потянул там и так далее. Они, кстати, невероятные совершенно парни. И надо сказать, что обе компании, которые создал основатель, вот, я обе компании эти знаю, в том смысле, что я не знал лично вот этого человека. Ему лет на вид, не знаю, 38-37, надо про него почитать. Он израильтянин сам. Вот. Но вот живет в Америке и создает стартапы. И, наверное, не бедствует материально, судя там по этим вот оборотам. Их сейчас человек, наверное, там пять или шесть работает. И они растут, интервьюируют. Занимают помещение в старинной части Пала-Алта, где вообще там ничего такого нет, чтобы там с офисами, ну, практически невозможно. Так там был ресторан. И ресторан вышел из бизнеса, они скупили это все. Очень странное место такое. И вокруг там residential, да, то есть там какие-то люди живут, какие-то, ну, просто вот частные домики. И вот посреди этого всего вот бывший вот этот ресторан, они его, конечно, перепланировали немножко там. Но все равно там есть второй этаж, там есть первый этаж, там есть часть, которая закрыта, вот там, ну, как бы, помещение. А есть такой дворик открытый, под открытым небом, они, ну, там, зонтиками такими, вот. И они там, значит, можно сказать, могут выйти, посидеть. И как бы все это в рост планируется. То есть у них пока людей мало, но помещение это способно принять там гораздо больше. Ну, вот, поэтому я чувствую, там будет вообще у них классно. И я думаю, что интерны наши, вот, выпускники, которые там будут, они получат удовольствие. Вот не только от того, какой там environment, это среда сама по себе, но общение с людьми вот такого уровня. Причем, когда компания маленькая, ты фактически общаешься непосредственно. Не то, что там с людьми, которые заработали там сотни миллионов там в своей жизни. Дело не в этом, но такой уровень этих людей, и они настолько простые, вообще недоступные. Я вот ехал, ну, вы видите, вот я там как-то... Я жене говорю, как считаешь, там, может мне что-то одеть понаряднее, там, не джинсы. Она говорит, ну, что ты, говорит, стартап. Ну, хорошо, вот я в джинсах, в рубашечке, там, в челеточке поехал. И мне как-то немножко было неловко, я думаю, сейчас приеду, а там что-нибудь такое, и я буду не соответствовать. Вот, но... Когда пришел, значит, фаундер, основатель этого всего, он был в джинсиках, и тоже, и в рубашечке такой светленькой, вот у меня она там немножко так, пестренькая, а у него такая светленькая, ровненькая. И вот так по улице будет идти, так и... Ну, просто, вот, ну, просто симпатичный парень идет, и все. Вот, а он вот так. Классно, вот у меня хорошее такое ощущение, какая-то энергия от них заряжаешься. Сейчас я приеду, буду им собирать 10 человек на интервью, они хотят поговорить с 10, говорят, что они очень переборчивые, они действительно очень избирательны в том, с кем они работают. И, конечно, они говорят, у нас гораздо больше интерес в том, чтобы найти людей, с которыми мы потом долго будем еще работать, это их не последний стартап. Вот, поэтому... И они платят 15 долларов практикантам, что, в принципе, я считаю, очень неплохо, и редко кто платит больше. Это как бы нормальная такая практикантская ставка. Хотя, если вы поговорите с людьми, работающими там в сервисе, в гостиницах, в ресторанах и так далее, многие люди столько не получают. И работа у них гораздо более тяжелая, чем там у компьютера сидеть там. Тяжелая, в смысле, физически более тяжелая. То есть до 15 долларов тоже не на каждом углу получишь, выполняя какую-то еще другую работу. Скажем, много есть работ, здесь только не дадут. Так что я в таком эксайтменте, как у нас принято говорить. Посмотрим, что получится. Надо им собрать 10 человек. Взять они хотят только двоих для начала. Вот. Ну, а там дальше посмотрим. И все это произошло просто потому, что один из наших выпускников, вот он каким-то образом там знает кого-то в этой компании. Я даже не знаю, кого именно он знает. Вот. Ну, вот так вот через connections происходит. Такая жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok